МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации Толярадо компании Гомелю, студия працуя Маргарита Котова. Глядите в этом выпуску. Дякую за мир. Во всех регионах проходят масштабные акции «Беларусь памятая» и «Солдаты перамоги». Великая цена перамоги, данину памяти маленьким махвярам великой отшины на мемориале в Жлобинском районе отдал министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич. В святочной программе 9 мая складание кветок, веншавание и фейерверки, а так само интерактивный телемарафон. Самая высокородная справа – допомогать людям. Сегодня соседний день червоного крыжа и червоного полмесяца. А зараз об этом и иншим больше потребляться. В эти дни мы за особливой удерженностью говорим дзяку людям, які 75 году назад подарили нам мир. Махшимы жыть в свободной краине, не ведать жаху войны, строить планы на будушню. Память живая и наш обовязок рассказать детям, унукам, что мир и добробыт не достались нам просто. Гэта миссия у сибеларусской акции – у славу огульной перемоги. Укрыбцы у сихсвятского храма прошла церемония закладки капсул с землей мессоу воинской славы. У делу ее принял наш президент. Кветки, молитвы и свечки – у память о людях, які охверовали уласным життем, молодостью, марами уймя перемоги. Земля, у якой у годы войны были похованы тысячи загинувших у битвах бойцов и мирных жахаров, нареште здабыла вешный спокой у крыбця храма помника. У нишах у тымлику уже ушанована память воинов и невинных охвяров фашистских оккупантов не только из Беларуси, а и городов-героев России, Украины и інших замежных держав. Посля керавник державы тепло по гутору за ктылными удельниками акции у славы огульной перемоги и верниками у сихсвятского храма. Будем готовиться к завтрашнему, центральному нашему мероприятию. К сожалению, времена, видите, как меняются, неоднозначно воспринимаемому вокруг. Мы действительно, как сказал здесь ладыка, вынуждены стоять, как Брестская крепость. Еще раз подчеркиваю, большое видится на расстоянии. Пройдет время. Люди, и прежде всего вы, молодежь, оцените эти дни. Я сегодня убежден абсолютно, что это будет прекрасная страница в истории нашей страны. Прекрасная потому, что мы с вами выстояли, выстояли, как они когда-то. Они положили жизни во имя того, чтобы мы сегодня жили. Ну и хотя бы один раз в год в этот святой день с достоинством и честью вспоминали этих наших героев. Мы иначе не можем. Максима задать питание президенту была и у ветеранов праце, войсковцев и журналістов. В Гомеле протягуются святошные мероприемцы, промеркованные до 75-ти годы перемоги. Рашистый митинг отбылся сегодня на Аллее Героев. У им приняли уделы наши корреспонденты. Открытие Аллеи Героев отбылось 3 липня 2014 года подчас святкования Дня вызволения Беларуси от фашистских захопников. В Братском поховании 135 удельников обороны Гомеля в 1941 году партизан и подпольщиков, а так само бойцов и офицеров Червоной Армии, які вызволяли город в 1943-м. Подчас митингу старшиня Гарвы Конкама Петр Керыченко ящера знагадывает. Тая война стала уроком для усеусюсветной громадскости. День перемоги – это не только день памяти, але и надея на трывалый мир. Гитлеровская авантюра стала суровым уроком для всего народного сообщества. Перевела к самой кровопролитной войне в истории человечества. Ее было бы обличчено почти 80% стран и населения планеты. Венки и квятки до мемориала от представников органов улады, працонных коллективов и громадских организаций. Это не просто традиция, это дань на поваге проткам. Сегодняш, до речи, у крипту храма помника усех святых у Минску закладены капсулы с землей, которые собраны на Гомельщине с места похования в военных часов подчас акции у славу огульной перемоги. Во умовах, коли в некоторых краинах предпринимаются спробы переписать историю другой су-светной войны, необходимо памятать, какой ценой и кем была отримана эта перемога на самой справе. В настоящее время появились фальсификаторы победы, которые пытаются умолить заслуги, героизм советского народа. Наше сегодняшнее мероприятие подтверждает, что мы были правы и в 45-м, и в 20-м году мы отстоим свою победу и всегда будем победителями, чтобы над нашей страной никогда не летали военные самолеты, чтобы было мирное небо, чтобы наши дети, внуки и правнуки жили в счастливой, родной Белоруссии. За утро 9 мая у 10 ранницы отбудется ускладание кветок и венков до братской могилы советских воинов и подпольщиков на площади працы. Память загинувших героев ушануют хвилиные молчания. Яркие огни святочного фейерверка у Гонор 75-го Де Великой Перамоги раскветит ночное небо у четырех районах Гомеля у 23 годины. Олег Сентюров, Сергей Негеревич, Валерий Гопанько, телерадио «Компания Гомель». Война забирала усих без разбору и тех, кто был на фронте, и мирных жихаров. Але самое жудостное, коли ахвярами становились безвинные дети. Память об трагично оборванных лёсах хлопчика у девчонок увособлена у мемориальном комплексе у вёсцы «Червоный берег» Жлобинского района. На переддни 75-го дня Перамоги сюда приезжают люди, яким небо Якова, якой ценой досталась наша свобода. Сегодня журботные мястины наведал министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич. Марина Джалая с подробностями. Горыш – более пронизливое розумение того, что минулое не змянить. Нельзя сделать так, чтобы дети, которые погибли в войне, смогли прожить счастливое и долгое житие. Можно только память об этой нивотлумачальной страте. Вокруг помняка – яблоневый сад. В эти дни – самый пик его квятнения. Белые цветки – трагичный контраст с кровью у детей, которая пролилась на белорусской земле. Мы находимся в мемориальном комплексе, который является одним из символов, той страшной войны, которая была, той страшной трагедии, которая произошла, чтобы мы современное поколение это помнили, могли передавать своему поколению, чтобы не допустить этого никогда. Миноватый в черном березе размещался один из буйнейших детских донорских концлагеров. Тут тримали хлопчика у девчонок. Им было от 8 до 14. Их силы отбирали у матерей в Жлобинском, Рогачевском, Добружском и других районах. У маленьких брали кровь для нацистских солдат и офицеров. Тих, кто оставался у живых, отправляли в Германию. Выживали в реште не многие. Каждый уважаемый из себя человек все-таки должен знать и понимать, что для нас, для нашего славянского народа, для всего мира, скажем так, история Второй мировой войны, а для нас Великой Отечественной войны. Поэтому в преддверии этого праздника мы не могли не посетить этот мемориал и не отдать дань тем событиям, тем людям, которые участвовали и пострадали. На ведальников мемориал как бы сустракая скульптура девчонки с узнятыми угору руками. Центр композиции – площадь солнца. Промяне аллеи разыходятся по яблоневым саде. Один из них проходит празимпровизованный мертвый класс с пустых белых парт и школьной дожки. На ей – пероцмяродный лист 15-годовой Кати Сусаниной до батьки. На площади солнца – белый парусник, который символизует мары, и кем не наканавано было справиться. Побыч 24 мольберты с детячими моленками. Данный мемориал – это мемориал, который посвящен памяти всех детей, независимо от того, находились они в этом концентрационном лагере, в лагере «Красный берег», или находились в каких-то других лагерях. И даже независимо от того, находились ли они в концлагере. Я повторю еще раз, это памятник, который увековечивает память любого ребенка, независимо от того, был он в концлагере или нет. Потому что война для каждого малыша – это в первую очередь трагедия. Это потеря родных, это голод, это одиночество, это холод, это всегда боль. С мемориала памяти детям, а хверам Великой Чайной войны вертаешься иншим. И то, что, что, звучайно, занадто клопотило и бянтежило у нашей повседенности, сдаётся не таким складанным. Проблемы становятся выражальными, а кожные мгнения – каштунным даром життя. Марина Джалая, при поддержке агентства отеля «Новинов», Жлобинский район. Ветераны краины проймают веншавании подчас республиканской акции солдаты «Перамоги». Сегодня урочистости ладили каля дома у дельницы войны гомельчанки Аэлиты Самсоновой. Свой боевой шлях Аэлита Ивановна распошла в Украине, а завершила в Берлине. «Пераможная весна» 45-го и зараз один из самых яскравых вспоминал. Вспоминаешь и своих подруг, которые погибли в Олевске во время бомбежки. Вспоминаешь и когда приехали в Берлин, как нам было удивительно, что город весь, у нас дома все были покрашены, а там город весь серый, конечно, разрушенный, безусловно. Центр так вообще снесен с земли. И очень хотелось расписаться, конечно, на рейстаге. И все-таки я это сделала, но гораздо позже, конечно, не тогда, когда взяли войска, а когда я приехала туда к рейстагу, вы знаете, ну, места живого, там, где можно достать, не найти. Да там уж не только достать, там все исписано. Ну и пришлось мне лезть на развалины высоко, туда-то я залезла, а вот обратно не могла, так меня солдаты ловили. На завсёду памяти застанутся веншавания и невеличкие концерты, які организовали на первые дни Дня Перамоги специально для ветерана. Гастей чакала, але таки масштаб мероприемства приемно здявил. Степла означала Айлита Ивановна. Память на всю жизнь мне и расскажу и внукам, и правнукам, и племянницам, и сесреду, всем, всем знакомым, всем абсолютно. Это же необыкновенно. До акции «Беларусь памятая» памятаем кожного долучились вядомые особы. Память об героях великой ашины ушиновал беларуский байдарошник, олимпийский и семикратный чемпион свету Роман Петрушенко. Вядомый спортсмен пришел до Кургана Славы у Мазары кападать зданину по ваге усим, кто завоевал мирную будущую. Дед Романа загинул на фронте. Чемпион признается, фактов с его биографией вельми мало, али навод такую скупую информацию семьи передают с поколения у поколения. Дедушка воевал, воевал, погиб в 45-м году. Те люди, которые живут на сегодняшней суверенной республике, должны чтить память, которую и тех людей, которые участвовали в освобождении нашей страны от фашизма. Вера и правда и служить отшине. Сегодня гонор Великой Перамоги молодые супрационники Следующего комитета приняли присягу. Фашистское мероприемство разгорнулося на плясу Соколя управления Следующего комитета по Гомельской области. Увахо зарабили свободным для усих жадающих. Удельничала молодь с разных территориальных подразделений. Сема лично, что клятвы верности, родиме и народу учали миновито зараз напереды дни 9 мая. Таким чином гомельские следшие ушиновали память об тех, кто смагался за перемогу. Так само Кировничество комитета узнагородило супрационников за поспеховую службу. День Победы это один из основных праздников нашей страны, который объединяет всех нас с чувством гордости за подвиг наших предков. Быть патриотом своего Отечества, достойно служить Родине, было честью во все времена. Поздравляю всех ветеранов и жителей Гомельщины с 75-летием Великой Победы. Желаю всем, конечно же, крепкого здоровья и счастливого мирного неба. Гостям мероприемства так само продемонстровали узоры криминалистичной техники и сброи. Завтра в 10 годин ранницы на Беларусь-Чатыры Гомель в промоем эфиры стартует святочный телемарафон с Днем Перамоги. У глядача будет махчимость долучиться до свято разом с ведущими и гостями студии промого эфиру. Все ожидающие смогут поудельничать у интерактивной часы телемарафону, потелефоновавши по номеру 34-22-43. Покинуть веншаванье можно и в Вайбере. Долучайтесь до святкования 75-го года Великой Перамоги разом с Беларусь-Чатыры Гомель. Премьера на Беларусь-Чатыры Гомель короткометражный фильм «Письмо с минулого» будет в першиню показанное на телебаченне. У делу с дымках примали гомельские реконструкторы. Сюжет стушки заснованный на реальных подеях. На болоте у Ленинградской области знайденный советский танк, экипаж якого загинул. Ся рот особистых речев, бойцов, опошнее письмо механика-водителя своей женцы. Развитальные слова открываются обставины гибели танкиста, лишились вниклыми безвесток. Фильм трапит в программу двух кинофестивалей, где отримал заслуженные узнагороды. Глядите завтра в День перемоги на телеканале Беларусь-Чатыры Гомель в 21.10. Сегодня сосветный день червоного окрыжа и червоного полмесяца. Традиционно ее назначаются в день наражения засновальника червоного окрыжа и первого лауреата Нобелевской премии мира Анры Дюнана. В первую дню День червоного окрыжа означали 8 мая 1948 года. Сегодня международный рух червоного окрыжа и червоного полмесяца это найбуйнейшее в свете гуманитарное объединение. Его задача оказание допомоги пораненым, хворым и потерпелым от узброенных конфликтов, а хвярам стахийных бедствов. Рух кируется принципами гуманности, доброохотности и одинства. В свете его деятельность потребует 14 миллионов волонтеров. В нашем регионе на допомогу людям завсюду готовы прийти больше как 16 тысяч доброохотников. У Гомельской областной организации червоного окрыжа окроме 25 районных больше за 1300 первичных организаций. У их родах свыше 200 тысяч человек. А эти и другие новини, информацию о проектах телерадо-компании Гомель вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом выпуске завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александр Гомоля. Здравствуйте. В Гомельской области пресекли незаконную деятельность нелегального казино. Егорное заведение работало под видом покерного спортивного клуба. Нарушения пресекли работники налоговых органов и сотрудники управления Департамента финансовых расследований. Согласно решению суда, предприятию придется уплатить штраф в размере 300 базовых величин. По долгам нужно платить. Нежелание рассчитаться по своим обязательствам довело до уголовного дела жителя Светлогорска. В 2014 году он одолжил деньги под открытие сувенирной лавки, но так и не вернул вложенное средство своим инвесторам. На 10 тысяч долларов, которые одолжил ему знакомый, мужчина развернул свое дело, а потом, по честное слово, занял у двух друзей еще 2800. Деньги предприниматель так и не вернул. Обманутым людям пришлось обратиться с заявлением в милицию. Проверка показала, что у бизнесмена была реальная возможность выплачивать долги от прибыли магазина. Он закрылся только в 2017 году. Сперва мужчина рассказал правоохранителям, что давно рассчитался с долгами, но встречных расписок не просил, так как надеялся на порядочность друзей. Следователи дали правовую оценку действиям фигуранта и возбудили уголовное дело за мошенничество. Два уголовных дела и пять задержанных браконьеров. Такой результат одного ночного рейда сотрудников природоохраны в Петриковском районе. Накануне там поймали рыбаков, которые на пойменных водах рек Птичий и Припять сетями ловили рыбу. Среди нарушителей пять человек. Трое работали в группе и еще два в одиночку. Общий вес рыбы, который браконьеры наловили запрещенными орудиями рыболовства, составил почти 150 килограммов, а ущерб – 10,5 тысяч рублей. Четырем браконьерам грозит уголовная ответственность. Примечательно, что на промысел мужчины вышли в период нереста, невзирая на запреты и действующие ограничения. В Романовичах Гомельского района очевидцы недавно сняли на телефон визит лосей. Те стояли неподалеку от жилых домов. Нередко лоси, косули и дикие кабаны становятся причиной дорожно-транспортных происшествий, особенно на дорогах, которые пролегают вдоль лесонасаждений. ГАИ призывает автомобилистов быть внимательными, а в случае обнаружения животных в населенных пунктах обращаться в инспекцию охраны животного растительного мира или сообщать об этом в милицию. На сегодня это вся информация выпуска. Оставайтесь на Беларусь-4. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сегодня двумя матчами стартовал восьмой тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Слуцк принимал энергетик БГУ Огородей Минск. Мозырская славя после трудовой виктории в седьмом туре над Витебском на выезде постарается взять три очка и на домашней арене. Соперник непростой, Жодинская торпеда. Автозаводцы сейчас располагаются на втором месте в турнирной таблице Мазыряне на десятом. Поединок пройдет завтра на поле стадиона «Юность» с начала в 15.00. Закроет игровую программу восьмого тура Динамовское дерби 10 мая. Поединок между Брестским и Столичным Динамо стартует в 20.00. В первой лиге футбольного чемпионата на повестке ближайшего уикенда четвертый тур. На завтра запланирован только один поединок. Это Гродненское дерби. Сморгон ждет в гости Лиду. 10 мая пройдут пять поединков. Два из них состоятся в Гомеле. В 14.00 на поле стадиона «Сдюшор» номер 8 выйдут «Речицкий спутник» и «Светлогорский химик». «Речицкий коллектив» сейчас на третьем месте в турнирной таблице «Светлогорский» на 13.00. Футбольный день продолжится на Центральном. Гомель сыграет с Держинским арсеналом. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 17.00. Черту под четвертым туром в понедельник, 11 мая подведут гомельский локомотив и столичные «Крумкачи». Поединок между лидерами таблицы чемпионата пройдет на стадионе «Локомотив» в областном центре начала в 18.00. Завтра в «Светлогорске» состоится перенесенный поединок 22-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу между ЦКК и Минским дорожником. Для столичной команды матч турнирного интереса не представляет. Дорожник занял пятое место по итогам регулярки и в первом раунде плей-офф сыграет со Щучином. ЦКК также знает своего соперника в одной четвертой финала. На этом Минск. Команды пока занимают девятое и восьмое места соответственно. Но у «Светлогорской команды» в случае победы над «Дорожником» есть теоретическая возможность обойти Минск в таблице. Напомню, что первый раунд плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу стартует 14 мая. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова